Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Добрый день. Программа «Лучшее в стране» в эфире телерадиоканала Страна ФМ. А у нас сегодня в гостях, ну, безусловно, один из самых лучших в нашей стране режиссёров театра и кино. Это единственный неповторимый художественный руководитель в студии «Юг», а также театромодерн Юрий Грымов. Вы меня как в цирке объявляете. Да, правда? Ну ладно, мне ещё не хватает такого пшшшш, такого нафига, как это самое лучшее. Но как-то это не то, что мне это неудобно. Мне кажется, что всё это неправильно. А, между прочим, ваши работы за вас говорят. Нет, они говорят, и пишут, большое спасибо за три сестры у меня в эфире. Но всё равно, вы понимаете, вот такая фраза, а представляете, если я не в уме, и начну в это верить. Я смотрела ваше самое свежее интервью, и я знаю, что вы в полном уме. Ну хорошо, но если я вот не в уме, вот я сижу, вы такие слова говорите, да, там, ну вот мне кажется, что это такое неправильное испытание для человека. Неправильное. Давайте мы начнём сначала. Вы будете заходить, я буду вас очень скромно представлять. Нет, просто Юрий Грымов, да, который пытается что-то делать, пытается меняться, пытается осмыслять происходящее вокруг него, и не более того. А то, что люди там пишут и говорят, что там им понравилась, вчера была премьера «Трёх сестёр», вот сейчас 19 октября она будет в прокате, меня это радует. Но говорить о том, что там я такой хороший, я всегда говорю как «За глаза говорите про меня хорошо, ладно?» Вы же понимаете, что вы на каждый тороток не сможете накинуть платок. А я не собираюсь. Куда это придётся тратить время, только так не хвалите, не говорите, не хвалите. Нет, нет, я считаю, что за глаза надо всегда говорить хорошо. Это правда. В глаза нужно говорить честно, чтобы была какая-то польза, понимаете, да, в общении, чтобы мы как-то становились лучше, общаясь. А как же выразить свою действительно глубочайшую симпатию к человеку по-вашему? Уважение, восхищение? Да, но вы не знаете, что в этой ситуации вы кого-то можете ставить в неудобное положение. Я вот куда ещё смотреть на этот оранжевый стол, да, стесняться? Я предлагаю, знаете, посмотреть сейчас всем нам на экраны телевизоров, если кто-то нас смотрит там в приложениях или в интернете, и сразу же посмотрим трейлер вашего художественного фильма по песе Чехова «Три сестры». Да, это для тех, кто смотрит нас по телевизору. А вот мне интересно, те, которые сейчас слушают нас по радио... Они сейчас побегут к телевизорам или же скачают приложение, срочно начнут смотреть. А, это у вас такие люди странные, да? Они вот прям раз, они сейчас радио слушают на машине, быстро останавливаются, да, и бегут в кафе. А потому что вы в гостях, потому что есть кусочек фильма, фрагменты, надо посмотреть, запускаем, смотрим. Да, смотрим трейлер, а те люди, которые по радио делают вид, что они смотрят тоже трейлер. Мне уже 56 лет. Лучше бы она повесилась. Жалко молодость прошла. Первый раз в жизни я говорю о своей любви. Я пенсионерка давно, а очки наше плюс 4. Если бы не Маша, то я бы тебе женец с Олечкой. Что? Мясо подоспел. На пенсии самое время личную жизнь устраивать. Какой интеллигент. До демократии, до элементарной, до ползти не может. Я сейчас живу в Москве. Одни приезжие, кругом жуть. Все перекопано. Полный дом. У нас старичья. Улыбаемся, улыбаемся. Вы прекрасны. И жизнь, мне кажется, такой прекрасной. Я у нас сам парень. Я у нас сам парень. Я у нас сам парень. Так ведь время-то ваше закончилось. Нас нет, мы не существуем. И мы сами себе кажемся молодыми. Смешно. Максим Суханов, Александр Балуев, Игорь Ясулович, Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич и другие в фильме Юрия Грымова «Три сестры». Да, друзья, 19 октября у нас с вами будет возможность увидеть этот фильм. А между тем, кто-то уже посмотрел вчера в Москве, накануне в Санкт-Петербурге, еще в каких-то городах. То есть такие притумерные показы прошли. Я уже спросила в ней эфира у Юрия, как все прошло. Он говорит, замечательно. Народа очень много. Да, очень приятная атмосфера. Много было очень знакомых людей. Были те люди, которых я уважаю. Но хвалили же вас. Да, да, конечно, они хвалили. Они люди приятные. Интеллигентные, воспитанные. Но я знаю просто несколько фамилий людей, которые скажут так, как есть. И на них надо опираться, да. Те люди, которым я доверяю, мне было приятно. И, значит, не зря мы работали, сделали такое кино, которое как бы не в духе со временем, да. То есть оно не идет вместе, да. А мы идем вопреки. Мы решили рассказать такую историю, как «Три сестры». Это Чехов. И, конечно, у кого-то бывает лицо сразу морщится от того, что это Чехов, да. Но мы с такими людьми просто не встречаемся. А те, кто был вчера в Доме кино, это была действительно красивая атмосфера. И вы знаете, что многие вот сегодня отметили, уже в театре у меня, мы обсуждали. И мне кто-то сказал, не один человек говорит, знаете, очень приятно было, что люди, вот эти тысячи с лишним человек, это не те люди, которые приходят в кинотеатры на тусовочные премьеры. Да. Они по-другому одеты, они обсуждали какие-то проблемы культурного толка. А не кто сколько заработал, и у кого какой Луи Виттон. Это правда, это важно, это момент утраченный. Именно поэтому мы сделали премьеру в Доме кино, позвали очень широкий диапазон людей, ну, понятно, что знакомых, кто участвовал в картине, люди были разного возраста, были люди там 20 лет, и были люди, которые 60 плюс. Поэтому атмосфера вчера была хорошая. Я хочу вот что вас спросить. Вы уже неоднократно в интервью рассказывали, что, в общем, по сюжету вы Ольгу, Рину и Машу перенесли в настоящее время. Это, во-первых, да, во-вторых, увеличили им возраст, в отличие от Чехова, у которого 27-25, здесь Баршнем по 60, а то и постарше лет. Фильм «Чёрно-белый», возрастные актёры в основном. Всё делаю, чтобы не смотрели люди, которые смотрят... Голливудские фильмы. Нет, понимаете, Голливуд же очень разный. Последнее время он, конечно, Голливуд стал однообразным, да, потому что всё самое серьёзное, ну, нормальное кино, перешло на телевидение, делают сериалы, а в Голливуде остались люди, которые просто косят бабки, делают уже далеко не американские фильмы, а интернациональные фильмы для подростков, для людей слабых, развитых. Ну, я сейчас говорю про абсолютные факты того, что мне не нравится. И мы снимаем кино, но никак не для зрителей, но никак не для зрителей. Хотя здесь есть некий парадокс. Я, когда снимаю кино или ставлю спектакли, я никогда не думаю про зрителя. Ну, какой он, да, или там, ну, чего он хочет. То есть, как этого портрета нет такого, да? Ну, я не понимаю, я не понимаю, потому что это... Я уже наигрался в эти маркетинговые истории, когда занимался телевидением, рекламой, там, ну и так далее, даже видеоклипами. Я еще думал, кто это, чего. То сейчас я просто существую так, как мне нравится. Мне интересно поделиться своими мечтами, страхами, ну и так далее. Я рад, что есть аудитория. Я не буду пижоне, что я не знаю людей. Нет, я знаю людей, я рад, что они пишут. И в соцсетях мне, я вижу зрителей. В Питере я видел много прекрасных людей. Там мне было очень трогательно, когда Фрэндлих говорил прекрасные слова позавчера. позавчера, и зрители простые, молодые люди подходили, говорили слова, плакали. Конечно, это трогательно. Но я это делаю, потому что я по-другому не умею. Я не могу сделать лучше. А как? Я делаю так, как вот у меня получается. Как чувствуешь сейчас? Ну, получается, да. Вот так получается. Кто-то смотрит там отечественные фантастические фильмы и радуется. Я смотрю эти фильмы и не радуюсь, потому что, мне кажется, кинематограф существовал и до этих фильмов. Прекрасно существовал, да? И мне кажется, надо приходить в кино или на сцену театра с чем-то новым. Ну, то есть, может быть, даже запутаться. Ну, возможно, не получится, но с чем-то новым. Тогда в этом есть смысл. А просто колепать похожести, мне кажется, скучно. Но мне было бы скучно. Ну, хочется же все равно, чтобы молодые люди тоже пришли. Молодежь, да, девушки, парни. Что они могут для себя полезного из этого фильма извлечь? Ну, я надеюсь, что все-таки они должны извлечь, прежде всего, что любовь – это нечто необходимое. Да, мне не нравится, что в последнее время чаще говорят слово «партнер». Ну, мне не нравится. Мне не нравится, что в последнее время говорят «Ой, это женщина ухоженная». Слышите, да, птизер, когда говорят? Конечно, конечно. Катастрофа какая-то, правда же? Значит, ухоженная. Лошадина, что ли, ухоженная? За них кто-то... Ну, бред. Я считаю, что это ужасно, мне это стыдно. Поэтому мы говорим о любви в любом возрасте. В любом возрасте, да. Те люди, которые пытаются разделять секс и любовь, да, я им сочувствую. Потому что когда все это все вместе, это совсем по-другому. Ну, если так, совсем по-другому. Вот. Поэтому мне кажется, что это разговор, прежде всего, о людях, то есть о вас. Сколько вам лет? У нас были на... Вчера подходили девушки в Питере, в Екатеринбурге, там, 18 лет, 20. Я был удивлен, что они получают от этого удовольствия. А не ваши поклонники или поклонники Чехова? Как вам кажется? Я не знаю. Понимаете, ну, я же все-таки не солист Айра Смит, да. Ну, и что значит поклонники? Ну, вашего таланта, творчества. Ну, нет, наверное, конечно, какой-то части аудитории я интересен, чем я и горжусь. Но и мне эти люди интересны. Я, кстати, горжусь своими людьми, потому что, которые приходят на мои фильмы, скачивают или пишут мне в соцсетях, вот все говорят, что там вот бывают такие пользователи, там, какие-то какашки пишут. А у меня никогда не было такого. Понимаете, мне никогда... Счастливый человек, творчество. Нет, никогда вот этих придурочных не было вокруг меня. Никогда. И когда снимают фильмы про то, что кругом смрад, кошмар, ну, по телевизору включаешь, вообще кошмар, да, там, жить нельзя, сын на отца, отец на сын, мама там на папу, видели, да, кошмар? А у меня в жизни такого нету знакомых, где бы я ни работал. У меня широкий диапазон интересов. Я много чем занимаюсь, помимо театра и кино, да. И я вижу, что все люди прекрасные, они любят друг друга. Да, они бывают не без греха, но они нормальные, они не уроды. Не больше человечного, конечно. Но они нормальные люди, абсолютно нормальные люди. Юрий, три сестры, фильм 19 октября. Все обязательно отправимся с удовольствием посмотреть на него 28-го, 29-го. А вот смотрите, вот вы сейчас говорите, с удовольствием отправимся на нас посмотреть. Да? Да. Вот вы говорите, да? А вы знаете, что я практически вам не верю? Могу объяснять. Давайте. Знаете, на телевидении есть такая расхожая, расхожая такая, так сказать, привычка. Приходите к нам еще, так интересно было общаться. Вы понимаете, что это слова? Кто вас так наобижал? Да не наобижал, но я же, слушайте, у меня своих два телеканала. У меня есть два телеканала, которые вещают на том же Триколоре там и так далее. Не важно. Я, к сожалению, много чем занимаюсь и мне нравится. Я про то, что когда люди говорят, обязательно пойдем, обязательно пойдем. Я к тому, что ну зачем говорить то, чего человек не сделает? А, у него не будет времени, да? Ну, я сейчас не про желание. Вот я вот эти моменты, мне кажется, что мы тем самым разрушаем себя. Нет. Я с вами не соглашусь здесь, Юрий. Да, вы, конечно, оставайтесь при своем месте. Нет, 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 но вы же посмотрите, потом скажете, напишите в своих соцсетях, что вы ходили. Потому что, мне кажется, очень важно, чтобы люди не расставались, так сказать, с поступком. Поступок, да? Я сказал, я сделал. Конечно. А не просто сказал. Ну, к этому надо стремиться. Это идеальный идеал. Это норма. Вы сами только что сказали, что... Не надо к этому стремиться. Это всегда была норма. Мы все обычные люди, как и ваши друзья, которые хотели, но могли не пойти по какой-то причине. Правильно, но люди интеллигентные, воспитанные, всегда пишут, да? Вот они не приходят на премьеру, они пишут СМС, заболел, извини. А есть люди, которые вообще другого склада, другого поколения, они потом находят это кино, смотрят, ну, уже в кинотеатрах, да? И перезванивают, говорят свое мнение. Понимаете, это очень ценно, когда мы дорожим словом и поступком. Ну, конечно, конечно, очень важно. И надо верить тоже людям, надо верить. Я верю, я вообще люблю. Я вообще люблю людей, потому что если бы я не любил бы людей, я бы не работал в театре, где мне сейчас очень нравится. У меня прекрасный коллектив людей, у меня прекрасные актеры. Расскажите нам, пожалуйста, про спектакль «Матрешки на округлости земли». Да, это лирическая комедия. Ведь это тоже абсолютно женская история. Это очень женская история. Это очень трогательная история, женская, про судьбу трех женщин, очень разных женщин, скажем так, даже если так говорить, разных и по возрасту, и по социальному положению. Ну, полярных. То есть это те люди, которые вместе, наверное, не всегда могут за столом сидеть. То есть они разные. И это история о любви, о том, что женщины могут все, и главная идея нашего спектакля звучит таким образом. Женщины, боги на вашей стороне. То есть женщины, это очень серьезно, это важно, они двигают мир, они его сохраняют, своей любовью оберегают своих ближних. Чем-то похожи три сестры и матрешки на округлости земли? Или это абсолютно разные женщины? Это очень разные. Это разные. Это разные. Потому что если в трех сестрах есть некое инертное существование, то есть они не хотят свою жизнь менять, а только ноют. Знаете, как сейчас многие ноют, надо валить из стороны. Знаете, сейчас надо валить. У меня есть такие знакомые. Меня такие люди не окружают. Нет, а у меня есть такие вещи. Надо валить. Я говорю, ну хватит уже ныть, ты уже или вали, или уже успокойся. Вот здесь я с вами согласна. Да. Поэтому три сестры немножко инертные, они свою жизнь, так сказать, не смогли выстроить. Да. То в «Матрешке на округлости земли» спектакле, вот в театре «Модерн», эти женщины принимают решение вернуть своих любимых с того света. Они идут, эти люди погибли. У одной погиб сып, у другой муж, у третьего пропал любимый. И они идут и возвращают. Они борются с богами и возвращают. Это очень трогательная история. Это история, на самом деле, где есть, будет посмеяться, но не поржать. Поржать это по телевидению. Да, и для вас, я знаю, это большая разница. Да, для меня... Улыбнуться и посмеяться. Это большая разница, потому что вот даже три сестры, мы снимали фильм, я видел, как в зале, и для меня важно, когда вы смотрите фильм, и вам приятно. Понимаете, вы улыбаетесь. А сделать смешно, как вот так раз, это легко. Ну, можно раз, и вы посмеетесь, да? То есть стечение обстоятельств, или там фраза, и вы можете засмеяться. Или там, как сейчас ржут, знаете, по телевизору показывают, видели, да, в передачах? Там люди же не смеются, они ржут. Почему-то раньше было неприлично смеяться, чтобы у вас рот был вот так открыт. А сейчас люди вот так заливаются, вот так, видели? А потому что зубы все в себе сделали. Ну, ну, конечно, у них во рту, понятно, что керамика, унитазы во рту поставили, все понятно, но я понимаю, что это просто неприлично. Ну, вот мне так всегда объясняли в семье, что ты улыбаешься, если ты рассмеялся, ну, как-то... Мне кажется, что это нормально. Сейчас это стало нормой, показать свои челюсти. Я очень хочу, чтобы мы с вами посмотрели сейчас клип Дианы Арбениной вместе с нашими зрителями, слушателями, и тем более, что у нас, правда, он еще не был в эфире. Это прям такая премьера. Давайте посмотрим. Очень хотела прыгнуть с моста Секунды тик-так 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 очень это прекрасно она красиво это все сыграла это мне очень нравилось что сочетание с возрастом все это это все правильно все это очень честно это очень эмоциональный я жалею что зрители его не увидят никогда но я на своих встречах когда встречаюсь с кем-то я показываю это видео потому что я им горжусь ну мне кажется диану можно понять потому что конечно и желание чтобы этот клип посмотрела большое количество людей значит его должны взять музыкальные телеканалы а я так понимаю с вашей версии но на пожалуй не один канал ну если он не 18 плюс я понимаю но я вообще не верю за программированный успех я вообще считаю что не надо особо перед перед зрителями особо там что-то пытаться сделать мне кажется что если мы говорим про рок на то есть это некое высказывание как и театр это высказывание вот поэтому я согласился на такую провокацию это непростая работа была для съемочной группы оператора режиссер ну это непростая история когда все это в таком врезанном варианте что-то я думаю все равно это шоу-бизнеса шоу-бизнеса такого не может быть кино шла сказала я готова да да такого не может быть кино потому что все идут до конца в этом и есть культ сегодня театра потому что театр это самое сегодня самое интересное и в россии в москве в частности потому что там есть настоящее прям такое нервное живое единственное в чем вы не разочаровались нет не разочаровались и я только больше очаровываюсь им чем больше работаю тем больше им очаровываюсь потому что вот это состояние коллектива до единомышленников единомыслящих это классно а когда еще зрительный зал у нас что будет спектакль у дивный новый мир чит ты уже с 7 число 14 15 то есть будет спектакль люди в новый мир с великой анна каменьковой 35 человек на сцене и грецко и вот премьера матрешек будет 28 29 октября у нас каждый месяц пример мир тоже был год назад ровно премьера в эти же дни они не 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 у нас он был мы заканчивали сезон то что я только с января возглавил театр и мы много там что сделали в театре переоформили так привели такому-то знаменателю сформировали труппу выпустили спектакль фактически премьерные показы дивного нового мира вот сейчас потому что тогда мы про были прогоны и я скажу вам такую вещь что те те спектакли были когда в конце сезона были на 40 минут длиннее вы урезали но я урезал и добавил я некоторые сцены добавил поэтому те кто был у нас тогда придите вот в этом кайф театр в этом есть театр все все по-разному но не совсем по-разному да но он живет он живой организм и зрители живые в зале поэтому есть вот это единение такой как бы такой экстаз именно взаимоотношения людей со сцены из зрительного зала я так понимаю что вы уже достаточно много изменили в театре да в театре модерн ну еще работаем над этим сейчас туалеты должны поменять вот да я как раз хотела спросить а что еще про туалеты планах туалеты поменяем сейчас у нас свет я думаю что свет у нас сейчас лучше стоит в россии нет ни у кого таких световых приборов как у нас театре модерн это повезло большое спасибо департамент департаменту культуры то что это все таки не мой театр а театр москвы да вот мы изменили там сейчас драпировки сейчас мы повесим новый занавес в концу года мы сделаем новый звук это это все важно для меня это важно мы все знаем что в вашем театре строгий дресс-код ну не строгий дресс-код не строгий к чему готовится дальше будут еще какие-то запреты к зрителям нет нет запреты у нас делает госдума на сцене придумывает то нельзя матом ругаться на сцене то там нельзя курить сейчас фильм три сестры вообще надо запретить курят курят и знает что еще делают пьют водку пьют они сидят и весь фильме пьют водку кстати ну это же не докажешь они могут пить воду как будто бы не важно они курят саша балуев играет соленого постоянно с бычком будет уже на телеканал не пуни пустят но живем в таком стерильном обществе чихнуть нельзя допустят вы просто надо сказать другое слово на букву п чихнуть ну давайте мы с вами прервемся прям совсем ненадолго буквально на десять секундочек друзья программа лучшая в стране у нас гостях сегодня юрий грымов сегодня гостях программе лучшая в стране давно я не видел да видно что вы с интересом смотрели да очень давно лет наверное сколько а чем вы думали можно узнать этот момент когда смотрели вот сейчас этот клип ну просто тогда как-то все парились пытались что-то изобретать а сейчас просто крупный план певцов они поют меняют одни костюмы на другие образы это не интересно и то что там мы делали свое время салсу все эти клипы все ушло это никому не надо поэтому смотрел с таким воспоминанием очень трудные были съемки технически физически это было очень сложно и тогда еще все и понимали на какие фильмы я намекаю там сейчас я думаю что было очень актуально да люди как-то любили кино а сейчас все стали пока кто относится поверхностно поэтому много статус фильмов такой степ про американские а давайте немножко еще про ваш спектакль в театре модерн а по роману олдоса хакскли о дивный новый мир пример как раз вы говорите вот самая та интересная новая буквально после завтра 14 у нас есть короткий фрагмент давайте посмотрим московский драматический театр модерн представляет всероссийскую премьеру новая масштабная постановка юрия гримова о дивный новый мир по бестселлеру хаксли в ролях анна каменкова игорь яцко и вся труппа театра уникальное световое и музыкальное решение театр модерн о дивный новый мир 16 плюс у вас же уникальные права на постановку этого произведения они уникальны тем что просто мы первые в россии кто получили права на этот мировой бестселлер не более того на кино съемку по-моему вы рассказывали декабрио декабрио ригли скотт они хотят снимать фильм а как вы думаете почему никто из режиссеров до вас не обращался к произведению я не знаю почему я не знаю до сих пор почему что-то в тех трех сестрах о которых мы говорили мы вернули фразу чехова которая была в пьесе тысячи тысячи постановок сотни экранизации по всему миру три сестры и никто не вернул фразу которую станиславский вычеркнул с пьесой по просьбе мхата потому что мхат тогда ссср он сказал что на фразу брать и станиславский это убрал а пьеса заканчивал словами на все вопросы ответит господь бог никто не возвращал почему для меня она важна тем что она ставит на свои места все что происходит в этой жизни прекрасных сестер ну потому что еще и вы глубоко верующий человек верующий человек но дело даже не в этом то что это больше большой смысл тогда конечно какой бог и советская власть мы понимаем все вот но важная фраза и мне кажется всегда зритель должен приходить чтобы увидеть что-то другое ну по-новому что так просто смотрится 155 боевик как я даже иногда думаю по моему я это уже видел а как раз это свежий но это америка она так живет они и они сами себя радуют театральные планы я читала что у вас впереди премьера шекспиру шекспир и юрий цезарь начнем шекспир в работе потому что юрий цезарь это серьезное произведение очень актуальное для сегодняшнего мира потому что выбор на носу тоже все очень все все вместе потому что весь мир сошел с ума с этой политикой я ставлю спектакль не про Россию, я ставлю спектакль про весь мир, что такое власть, что такое власть Шекспир, гения Шекспира об этом это уже было написано очень давно а в следующем году, если все сложится надеюсь, что сложится, приступаю к репетиции спектакля Война и мир по Толстому там несколько часов ну нет, я думаю, что мы в 4 часа вложимся, в 4 не больше, потому что я ненавижу, когда иду спектакли по 6 часов, есть такие опыты есть спектакли по 3 дня это невероятно тяжело зал должен разбиваться на семьи я был на одном спектакле, он шел часов 5, я понимаю, что там 3 антрахта я уже возвращаюсь после антрахта, со мной сидят какие-то уже женщины, девушки, я с ними здороваюсь уже не как с людьми с которыми я просидел столько времени вместе а уже со знакомыми, все, это уже это невозможно, никто не говорит никто не отменял физиологию, да, то есть сидеть на одном месте так долго поэтому у людей есть потребность в туалете да, но есть вещи, поэтому я думаю, что мы 3 с половиной часа 4, войну и мир в следующем году попытаемся укомпоновать не издеваясь над Толстым, а пытаясь рассказать это великое произведение, потому что в сентябре будет 190 лет Толстому и 150 лет с момента написания романа «Война и мир» а скажите, Юрий, люди, которые не читали целиком роман Толстого «Война и мир» в принципе, сходив на этот спектакль, они поймут, о чем речь? конечно, да, конечно, но, знаете, те люди, которые не читали я вам рекомендую прочитать потому что вообще образование вещь довольно-таки жесткая, потому что образование идет через насилие ну, вас надо заставлять, но есть вещи, которые нужно себя заставить делать, да, то есть заставить делать как гигиена, вы себя заставляете, да, так же и подобные произведения нужно заставить себя прочитать но моя цель не сократить роман чтобы все его поняли про что а моя цель просто перенести его на театр и сделать очень мало постановок театральных «Война и мир», потому что это сложное произведение, оперы много а спектаклей практически нет ну, это любопытно очень будет посмотреть, правда, да, это точно не сомневайтесь, друзья, у нас сегодня в гостях Юрий Грымов, напомню, и мы приобремся с вами совсем ненадолго, и, кстати, это будет тоже работа я надеюсь, Юрий, вам тоже будет приятно на нее посмотреть да, что, смотрим у нас сегодня в гостях в программе «Лучшая в стране» режиссер Юрий Грымов художественный руководитель театра «Модерн» мы говорим и про премьеры, и про постановки и сейчас хочу спросить про гастроли театр наверняка отправится куда-то, Юрий давайте мы расскажем, рассмотрим, слушаем, и ждать мы обсуждаем там Екатеринбург, мы обсуждаем там, по-моему, Самару обсуждаем Токио, то есть ну, странно, какие-то тоже есть и в Европе есть сейчас разговоры но это довольно-таки непростая задача мы же не на двух табуретках играем знаете, приезжают антрепризы, два артиста из телевизора, да, и две табуретки у нас 35 человек на сцене это все-таки поступок нас привезти в Казани вас ждут, вот, судя по вашему прямому эфиру я с удовольствием, я в Калининград хочу, в Казань хочу, в Питер хочу но это сложная организация это требует внимания у нас груза только, по-моему, на 6 тонн серьезно ну, в общем, да, и той стороне, которая захочет вас пригласить надо тоже тщательно все взвесить, подумать но мы открыты к предложению, поэтому пишите, звоните мы соберемся Юрий, мы периодически слышим, а ваше имя появляется то там, то там, вот, спасибо, театральные премьеры и кинопремьеры, это ваши рекламные работы, это клипы это время, когда вы возглавляете телеканалы, очень успешно это делаете и преподаете, правда, сейчас уже, как выяснилось, нет, да, потому что тоже уже на какой-то этап и стало ну, мне неинтересно стало преподавать, какая-то бестолковая-то вся история сидишь, что-то рассказываешь нет, нет, как-то я поймал себя на мысли, 12 лет я преподавал я поймал себя на мысли, что как-то я ладно стал разговаривать о режиссуре что-то, ладно ну, так как-то у меня все получается, я так разговариваю вот надо делать так, я думал, что это бред я сам не знаю, как иногда что, не имеете право говорить об этом? нет, я имею право, как любой человек имеет право, но я понял, что как-то очень логично я как будто превращаюсь в какого-то лектора и мне это, я сказал, все, больше не хочу преподавать теперь только какие-то мастер-классы то есть мне платят какие-то организаторы я встречаюсь с людьми, но вот так системно как я это делал 12 лет в течение там 7 месяцев у меня была школа я, наверное, больше не хочу ну, в общем, театр и кино, это сейчас ваше самое главное удовольствие? театр, кино, нет, кино кино меня уже не интересует, в большей степени театр а может быть такое, что и театр когда-то вам станет скучан? ну, кто знает, может быть может я уйду полностью в математику, займусь математикой, откуда я знаю? а фото-выставки ваши? нет, нет, это хобби прошедшая история это все прошедшая история, это мне уже совсем не интересно я выпустил одну книгу даже вторую никак не могу выпустить у меня прекрасные фотографии, которые я ходил часть кругосветки на Крузенштерне и у меня очень хорошие фотографии очень эмоциональные фотографии про моряков ну, я просто понимаю, что это не очень кому-то никому не надо и я не это как-то я очень хочу спросить у вас про вас ближеских женщин, про супругу, про дочку супруга Ольга, дочка Антонина, скажите Юрий, они каждую вашу работу наверняка смотрят, да? ну, каждую работу они смотрят мою работу 154 тысячи раз это вы заставляете столько раз их смотреть? да, мы пытаемся электричество, мы заставляем ну, просто объясняю, это же процесс, это же часть моей жизни, да? и, конечно, все эти просмотры и дочь, конечно, живет не в нашей стране, к сожалению но она там что-то тоже смотрит а чем она занимается у вас? она учится в институте, будет экономистом ну, вы ее там, в общем, достаете своими работами в хорошем смысле? ну, нет, я там ее не достаю ну, зачем, у нее своя жизнь я считаю, что не надо она сама выбирает, что ей надо смотреть и, если она бывает в Москве, она приходит ко мне в театр модерн смотрела на спектакль в рамке, то, что идет цветы для Жернона то есть она как бы в курсе того, что делает папа так же, как и я у нас очень такие взрослые отношения то есть мы друг другу доверяем ну, ваши любимые женщины, они одобряют каждую вашу постановку они те самые люди, скажем так, кому вы верите, их мнение? ну, конечно или они всегда вас хвалят? не, не, ну, слушайте, ну я похож на идиота, да который себя окружает людьми, которыми я хвалят ну, любящие люди иногда могут, нет? нет, нет, я все-таки надеюсь, что я в уме и я за здравый смысл понимаете? просто за здравый смысл этот, вот эта лапша на ушах вот этот мед в уши какой вы хороший, Юрий она меня смущает она может меня уничтожить я этого не хочу ну, а есть какое-то категорическое несогласие? бывает, может, бедущий скажет, что зачем ты здесь папа это сделал? ну, некоторые не могут мне сказать правду а люди близкие в моей команде людей моя семья, они могут мне сказать правду то есть, что значит, правду свое мнение, неангажированное а иногда люди бывают ангажированные у них есть какие-то свои интересы, согласны? ну, бывает ой, ты боже мой, что только не бывает, конечно да, поэтому я ценю мнение людей, которые меня окружают я рад, что у меня все-таки я могу похвастаться, у меня много друзей именно друзей товарищей миллионы а друзей тоже достаточно много и я этим горд у меня даже друг есть один мы с первого класса вместе это счастье большое это резкий очень случай я, позвольте, спрошу вас такой очень серьезный вопрос, задам как вам кажется, куда наше кино движется? российский кинематограф ну, я бы сказал бы слово, но оно запрещено она движется сколько букв она движется ну, если со спины смотреть на человека где-то в тех краях этого нету, поверьте я говорю про национальный кинематограф я не говорю про количество фильмов, которые сегодня выходят национальный кинематограф снимают для страны, понимаете, да? учитывая менталитет культурный код ну, какие-то свои вещи этого практически утрачено этого не трачено многие хотят догнать Голливуд снимают а-ля Голливуд мне это как-то неинтересно я вам честно говорю зачем мне а-ля Голливуд когда я могу посмотреть Голливуд мир открыт, понимаете? мир открыт вот, поэтому у меня интереса к отечественному кино очень мало я не верю, что что-то изменит а что касается театра? в театре все прекрасно потому что сохранилась традиция театра есть такое понятие русский театр есть такое понятие московский театр обратите внимание все театры в провинции говорят практически на московском диалекте понимаете, про что говорю? они не окают, не акают понимаете, да? потому что все сформировалось в Москве отсюда пошло там ну, там Станиславский Чехов и так далее это очень важно вот эта преемственность традиции театра энтузиасты театра которые сохранили и, кстати, правильная государственная политика по отношению к театру вот я недавно встречался несколько дней назад с Собянином с мэром, да? и нам ну, рассказывали как будет существовать театр в следующем году вы знаете, очень прекрасно разговоры, что цензура знаете, все это идет я не... где эта цензура? я что хочу, то и ставлю ну да, вы актеров с обнаженными снимаете ну, нет, ну, нет мне никто ничего не запрещал я не знаю, кому кто-то запретил вот, назовите мне хотя бы фамилию человека только вы посадите передо мной да? и смотрите его запретили кого запретили? все свободно вы делаете, что вы хотите в рамках закона Российской Федерации ну, понимаете, да? есть конституция но мне кажется, что все замечательно происходит в театре и театр должен жить на внебюджетные деньги то есть это со зрителей то есть вот вы приходите в театр я запретил всем актерам и себе я не приглашаю бесплатно в театр своих знакомых все мои знакомые покупают билет да что вы? ни одного пригласительного не дадите? нет, нет за деньги вы можете себе позволить у вас есть какая-то история скидочная ну, у нас есть скидочная история для работников театра и у нас есть такое понятие как во многих театрах для папа-мам ну, когда мы прогоны делаем когда артисты приглашают своих знакомых да? но это закрытая история потому что это по идее как открытая и большая репетиция или генеральный прогон а когда мы уже идем ну, в ритме спектаклей то как же билеты а на что? на что мы будем кормить канареек в театре? на что мы будем артисты будут зарабатывать? Не-не-не, это все платят деньги, все мои знакомые. Вот вы соберетесь в театр, приходите, покупайте билет. Как я могу вас бесплатно пригласить? Значит, тогда я оплачу, значит, тогда я заплачу за вас. А почему вы согласитесь от меня принять деньги? Это же неприлично, согласны? Слушайте, так можно сойти просто с ума. Зачем-то размышлять, давайте не будем дальше. Не, ну понимаете, да, ну как, почему я должен оплачивать? Да не может быть. Поэтому у нас в театре все приходят за деньги. Я хочу спросить у вас еще вот что. Когда отдыхает Юрий Грымов? Если он отдыхает вообще, то как он это делает? А я не напрягаюсь, что мне отдыхать-то? Ну, я понимаю, что вы с удовольствием работаете. Театр для вас с удовольствием, кино тоже. Отдыхать что значит? Ну, для кого как? Для кого это отдых, где-то лежать на пляже, для кого-то это путешествие, пойти куда-то в горы. Я могу и путешествие. Я вот только приехал, был в Корее, потом я перелетел, был долгое время в Японии. Ну, ну, я люблю и на пляже. Но вот так вот, чтобы не думать вообще о театре и кино. Но у вас есть такие периоды? А как так возможно? Как я могу не думать о том, что является моей жизнью? Я дома практически о работе не говорю. Но мысли-то мои все равно существуют. Сейчас вот я выпущу «Матрешки на округу всей земли» спектакль, вот этот, да, ну, еду на неделю на остров какой-нибудь. Просто позагораю, почитаю новые пьесы. Ну, я... У меня нет такого, знаете, у меня нет такого отдыхать, не отдыхать. Я как-то так существую в каком-то режиме. Да, иногда хочется спать. Вот сейчас у меня постоянно какие-то ночи, ночь, там, раньше двух-трех я не ложусь. Мне это не нравится. Я предпочитаю лучше рано вставать. Лучше отдых, сон, в общем, для Юрия Григорьева, правильно я понимаю? Ну, не то, чтобы я, по-моему, сон. Но я хочу все-таки жить в нормальном ритме, нормальном ритме человека, а не какого-то сумасшедшего, который что-то производит, ходит на эфиры. Извините, что я опоздал еще раз. Вот, но для меня важно оставаться человеком. Как вам кажется, большое значение имеет в жизни человек иметь любимую работу? А я не представляю, как можно работать не на любимой работе. А как много людей, между тем, как существуют. Вот надо менять, надо менять, надо уходить. Я считаю, что это катастрофа, когда человек мучается на работе. Катастрофа. Это ужасно. У меня в жизни такого не было. Я работал на заводе АЗЛК, мне нравилось. Я работал на молокозаводе, мне нравилось. Я работал на фабрике. По бодиуму у Зайцева ходили, тоже нравилось. Да, я был манекенщиком у Зайцева. Я работал на типографии, мне нравилось. Я дурачок такой, мне везде нравится. А не нравится, я ухожу. Ну, я не вижу. Выбор есть, всегда есть выбор. Ну, и вот за это вам тоже спасибо большое. Вы, конечно, категорически не любите, когда вас хвалят, когда о вас говорят. Но я все равно позволю сказать вам еще раз. Я стесняюсь. Хвалите. Мне это нравится, но я стесняюсь. Вы замечательные. Я знаю огромное количество ваших поклонников настоящих, вашего творчества. Вашей личности очень цельной. А знаете, у меня был случай поклонника, поклонников, армии моих поклонников. Ну, давно это было, лет, наверное, 8 назад. Я лечу в самолете, ко мне подходит женщина приятная. А у меня такая степень популярности. Знаете, у меня степень популярности? Они сразу ко мне не подходят, узнают, но не подходят. Они когда выпьют, ну, когда выпьют в самолете, ну, как бы там, да. Вот, и ко мне такая женщина подходит и говорит, как мне нравятся ваши песни, мне сказала женщина. Она, видно, меня узнала, а кто? А кто именно не поняла? Ну, поняла, певец. Из телевизора, звезда известная личность. Да, да, я говорю, ну да, вот так вот. Ну, я же не стал ее объяснять, что не так. Пусть думают, что я певец. Ну, смешно, ну, смешно же. Юрий, спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы вам очень рады. Спасибо. Успехов новым вашим работам. Будем стараться. И все-таки мы обещаем, что обязательно отправимся и посмотрим все. Да, приходите. И будем ждать вас еще в гости. Да, спасибо, да. Пообещайте, вы же человек слова, вы пообещайте. Да, вы приглашаете, мы придем. Спасибо, да. До свидания. Юрий Брюмов, режиссер, гостем программы «Лучшее в стране». Спасибо, друзья. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова